медиагруппа авангард представляет и первый вопрос александр на ваш взгляд какие технологии связаны с построением сока сейчас востребованы и какие потребности вы видите со стороны ваших заказчиков сейчас на самом деле есть два скажем так спектра основных есть технологии которые востребованы по-прежнему то есть об этом давно уже шла речь но в этом вопросе по-прежнему еще остается много работы которые нужно проделать компаниям я говорю про какие-то традиционные совершенно вещи связанные с мониторингом для того чтобы эффективно выявлять собственно говоря злоумышленников и реагирование на инциденты включая автоматизацию этого процесса и вообще понимание инфраструктуры объектов защиты включая какие-то специализированные элементы такие как а су тп системы и какие-то закрытые сегменты в общем по-прежнему от security operation центров ожидают что они смогут видеть всю картину и соответственно быстро детектировать атаку на организацию это то что не изменилось и собственно говоря то где по-прежнему большая работа еще ведется и есть те вещи которые сейчас начинают проявляться но пока это удел скорее очень продвинутых организаций очень продвинутых security operation центров речь про продвинутые практики вроде трэдхантинга до использования данных киберразведки активное использование аналитики причем не на уровне банальных индикаторов компрометации на уровне именно более глубокого понимания принципов действия злоумышленников инструментария и соответственно выявление таких атак в инфраструктуре но это те вещи которые пока что не очень сильно покрыты технологиями то есть в этой связи не так много решений которые можно предложить а вручную действовать для этого нужна очень серьезная экспертиза с экспертизой у нас традиционно не только у нас во всем мире проблема поэтому здесь еще есть куда развиваться отлично спасибо александр а если продолжать эту мысль методы технологии подходы год назад со стороны атакующих и сегодня это совершенно разные вещи или все-таки несмотря на то что мир сильно изменился но с точки зрения безопасности с точки зрения атакующих с точки зрения защищающихся специфика небольшая на ваш взгляд что сейчас происходит я бы сказал так что я сегодня дозвучал уже о том что собственно какие-то прям радикально новых методов не появилось злоумышленники использую текущую ситуацию безусловно используют ту историю что люди напуганы что компании меняют свои процессы меняя свою инфраструктуру для того чтобы переводить людей на удаленку обеспечивать работу вот в таком распределенном режиме и собственно методы глобально не изменились просто на какие-то из них стал больше фокус например тот же самый фишинг сейчас люди больше подвержены таким атакам потому что они напуганы они ждут какие-то какую-то информацию любая новость там или письмо с громким заголовком может привлечь их внимание соответственно потенциально заставить их открыть это письмо а дальше уже идет развитие атаки плюс злоумышленники стали все больше действовать с использованием традиционных каких-то инструментов да то есть это инструменты управления инфраструктурой такие легитимные скажем так для того чтобы опять же оставаться как можно дольше не замеченными в инфраструктуре и это очень серьезная проблема потому как как бы если в с вредоносным кодом мы худо-бедно научились бороться за счет того что есть компании которые обеспечивают регулярную постановку соответствующих сигнатур или методов детектирования то с обнаружением использования легитимных инструментов бороться действительно сложно и это вот та следующая ступенька с которые уже компании сталкиваются и это будет головная боль в ближайшем будущем тоже да очень интересно есть над чем подумать но наверное заключительный вопрос александр мы сейчас поговорили о тенденциях потребности со стороны заказчиков но немножко хотелось бы остановиться на вашей компании чем ваша компания чем ваши продукты ваши сервисы могут быть сегодня полезны вашим заказчикам и с точки зрения построения сока и возможно с точки зрения удаленной работы очень интересно так традиционно сложилось что мы делали решение исходя из потребности определенных которые мы видели на рынке и спустя только какое-то время это все оформилось вот в некий такой мейнстрим под названием security operation центр да то есть у нас есть и система автоматизации реагирования на инциденты которая начиналась изначально как просто инструмент учета инцидентов но сейчас уже выросла в большой продукт который позволяет выстроить полностью процессы реагирования у нас есть продукт который позволяет собирать данные киберразведки опять же это нужно для тех самых новых практик типа трэдхантинга и подобных вещей использования аналитики в обнаружении злоумышленников есть продукты связанные с поведенческой аналитикой для того чтобы опять же выявлять злоумышленников по каким-то отклонениям и аномалиям и вот буквально вчера мы презентовали продукт который относится классу deception при позволяющий развернуть в инфраструктуре ловушки в которые опять же злоумышленник после проникновения попадая будет сигнализировать о своем присутствии и Субтитры сделал DimaTorzok